Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 80. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 29 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записана им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Я говорю, это как клеймо, как бирка, как плакат какой на русском человеке. Предали царя, теперь царя надо. А родители-то ваши где были, когда был царь, почему не ценили это? И он увидел измена, трусость и обман. Я показываю, что это сегодня, везде. Измена. Вчера были друзья. Нет больше печали, как друг превращается во врага. Почему Иоанн Богослов говорит, для меня нет больше радости, чем слышать, что дети мои ходят в истине. Это большая радость. И самая большая печаль, когда они отступают от истины. И здесь-то все считают себя правыми, не сверяясь со Словом Божиим. Ну а как узнать, прав не прав? Да узнать никак нельзя. Если совесть есть, а совесть там, где Бог. Совесть, а что такое совесть? Совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. А человек бывает деревенеет, он такой. Посмотри, когда пленные попали, 4,5 миллиона, как Бог начал выковывать. Половина уже в дороге погибли. А это все готовились парашютисты напасть на Германию. Сегодня уже это все доказано. Все сегодня в измене, куда бы ни посмотрел. Все раз сидели вместе, обедали, беседовали, утром стою уже враг. Да какой враг-то еще? Ну а почему он такой? Все ставит на место рождения свыше. Если человек родился свыше, он не будет смотреть систему. Вот на системе патриархии находится там или в партийных органах. А то система его делает, так он подлаживается под нее, остальное по боку. И дальше водительство Духом Святым. Там ни того, ни другого нету. И поэтому он свирепеет, и подыскивается, выискивает. Вчера все нравилось, сегодня все не нравится как. Вот я сижу здесь, вот за этим столом. У меня был помощник, яромонах. Вот кто знает, я задаю вопрос. Вы мне ответьте. Кого вы видели, что вы печатали безошибочно, не глядя на клавиатуре? На русском языке и на английском равно. И на английском, не буковку искать. Понимаете? И кто, знаете, что это один человек, яромонах. Яромонах. Он занимается греческим языком. В Грецию ездит, знает. На английском языке. И изучает китайский язык самостоятельно. Еще поступил на теологический факультет, окончил. Без него я бы книги, может, так не смог бы оформить и проще. И в один день делался врагом. А где начало было? Начало там, где тронул его систему. Систему монашества. Он монах. Если кто хочет проверить это, я сейчас покажу, где это можно проверить. Вот, смотрите. Вот наш сайт. Вот он как выглядит. Во свете Библии. Тут можно на форум перейти, ткнуть сразу. Тут на наш видеоканал. А вот здесь вот все мои книги. Попутно сказать. Он помогал издавать книги. За 9 лет мы вместе работали. Где-то года 2, наверное, с половиной, 3. Дальше самостоятельно уже делал. Я уже верстку все от него научился делать. Многое дал. Компьютершик замечательный просто. И вот здесь книги. И открытым оком у меня 30 томов. А на самом деле это в бумажном варианте. А еще 3 в интернетной версии. И 7-8 том я посвятил монашеству. Полностью разобрать. 1173 жития. 12 книг Дмитрия Ростовского. И 2-й, 3 том настольной книги священнослужителя. Я сказал, что монашество заблокировало выход к народу. И поэтому не было проповеди. И народ ушел везде. Как он взыграл. Но ничего не сказал. Но он сразу же сделал отзыв. И он никогда не думал, что этот отзыв его отрицательный. Я помещу в этих книгах предисловие. 7-й, 8-й том. Посчитайте. А в 19 томе, в 19-м, посмотрите. Он полностью поднялся во весь рост уже. И ничего не сказал. И там, где он был, это теологический факультет. факультет Алтайского государственного университета. А там Волобуева Марина Маратовна. Она завкафедрой. Она приезжала. Тут у нас не раз была турчанка. Интересная женщина. Очень даже. И она говорит, а какие у вас отношения с этим человеком? Я даже ничего не знаю. Нормальные. Он помогает. А он тут курсовую написал. И курсовую все посвятил мне. 19 том открытым оком. Все против. Вот я имел уникальную возможность наблюдать общину изнутри. То есть он неверующий абсолютно оказался. Совершенно неверующий. Все потерял. То есть вера когда-то была. Снялся духовником черной сотни. Я их называю чертовой сотни. И дальше он уже по волок, его нельзя было остановить. Я говорю, а когда обнимались? Что-то мне грудь-то давило. У тебя там булыжники были. Тогда мы решили к нему пойти, где он тут перерабатывал. Сторожем был. Я говорю, скажи ты вот, когда начал писать-то это все курсовую-то. Не оповестил меня ничего. Все, все, что видел, все написал. Да не в этом дело. Почему ты ничего не сказал-то? А теперь это дал на обозрение. Ну я же должен отвечать на это. Ну я-то теперь покажу, как это дело было на самом деле-то. Где-то. Он не понимал, на кого он натолкнулся. На что натолкнулся. Чем это кончится? Я заранее знал полной катастрофой. Абсолютно полной. И так и получилось. Что? Сверг себя сам священство, монашество, женился, нажил дитя, уехал. Я просил его, не трогай, не задевай дело Божие. И вот прочитайте, когда его увидите. У него все точно, вымерено. Он знает, по каким книгам он защищал. Это связь с миссионерским отделом. Это вот самое жестоковыльное там стоит. Самое подлое, самое изменническое. С чего начали бы говорить? А какая измена? А почему они такие? Система. Ему надо удержаться. За это деньги платят. И он даже не знает. И так стройно все у них будет, выстроено. И везде подыскивается. Самое маленькое. Какой у нас лозунг. Он в лагере был, все видел, все абсолютно поставил против. Измена, трусость. А почему? Он боится, что его выгонят. Изменник это уже печать, но клеймо. Я не называю их таких. И ни один такого. И обман. Он обманывает себя, обманывает Бога, что верующий. Он потерял веру. Там нет. Это служитель системы. Системы, которая от мира сего, не от Бога. Но можно его как-то вразумить. Если родиться свыше, покаяться. А рождения свыше не было. Рожденный свыше этого делать не может. Потому что здесь полное уже обуревание дьявольской силы. А он видит это в другом. И все, что такие люди на кого-то говорят, это абсолютно все от них. Это их. А они свое прилипляют к другому. Обвиняют. А этого нет. Я говорю, ну ты покажи, где это? Он ничего не может сказать. У него патриотизм, воевать, монах, воевать надо. Обязательно воевать надо. Присягу принимать. То есть он за это как раз стоит. Миссионерские сенсорские отделы. Они погубили Россию. Они погубят ее вторично. Все ставили под свой контроль. И живая мысль была убита. Поэтому все наши компьютеры, все откуда-то идет. Своего нет. Ну и попрошу еще помочь, которые смотрят наши ролики. Я не бываю в ВКонтакте одноклассников. Вот читайте, что написано. Что дать нужно краткое содержание. По минутам, по секундам. Ну и объявление даю. Чтобы заходили на форум. Не перекидывали через кого-то. В ВКонтакте я не бываю. Сами заходите на наш форум. Форум. Я сейчас покажу его, где наш форум. Будем проходить, я покажу. Ну и вот это вот. В такие вот надо перевести там книги. Что надо перевести? Потому что наша какая-то там система или как назвать. Она не открывается. Ездят они с каким-то там телефоном. У меня еще нету. Ну и помогите вот это сделать. А я перекину тогда администрацию. Они поставят. И вот наши занятия. Прочитайте, какие идут занятия. Только заранее надо позвонить. И тогда, когда набирает пятницу, среду-пятницу, вам Сергей Пупков уже даст сигнал. Дальше. Немножко. Юрий Соболев. Пользуюсь языком народных примет. Простите за пример, но нахожу его тут в самом подходящем. Скажу так. Если бы эти приметы работали, то вас... Икота. Икота не оставляла бы круглые сутки. Сколь многие вас благодарно поминают, а некоторые хулят. То есть человек векает. Заикал, когда готовил. Кто-то меня поминает. Так вот день и ночь, говорит, икали. Если бы эта примета исполнилась. Я на это отвечаю. А как с икотой бороться, знаете? Говорят, что она от того, что воздуха лишь где-то захватили. И потому нужно затаить дыхание долго-долго. Как под водой на глубину 20 метров. И выжится этот пузырь лишний. И икота сгинет. Я так и делаю. И срабатывает на все 100%. Ну, а что под этим уразуметь, друзей и врагов, так на мне эта поговорка не действует. Не икоты. Нет икоты. Нет икоты. И все тут. На молитву не режешь 7 раз в день. По 3 святое. Святое из по 100 поклонов. И молитвы еще своими словами. Тоже действует. Но не в раз. А задержка иногда надолго. Годы. Но безотказно и на пользу. Вот так бороться с этой икотой. Все, кто поминает в духовном плане. Юрий Соболев. Здорово, Игнатий Тихонович. Смеюсь. Если бы сия примета правдой, вы бы погибли от всего недуга. В прошлом году было серьезно. Претензии на ролик, который якобы мы похитили. Занятие в университете. 17 лет. Вот так называется. В университете я вел занятие. Дальше. Я веду. Моя аудитория. Мои часы. Моя съемка. Все мое. Ни музыки. И ничего. Чужого нет. Я попадал как бы в суд. Нашелся Сергеев Полос из Украины. Снял непонятные претензии. И замечание было. Вроде бы уничтожено там. А все опять пришлось. И опять восстановили ролик и прочее. То есть придирается. Не знает каким образом что-то повредить и прочее. Но это все каким-то образом связано с патриархией. Вот сейчас тут на меня напал один. И прям мгновенно, буквально залепило все. На ютубе везде. Матерками гонят. Почем зря. Все время. Ну, примерно, уже 10 случаев таких было. Мы выступали в клочках, где на Нину Жолара нападает священник. И сразу дети начали звонить. Они в церковь приходили у них. Звонят, матерятся. Ну, ребятишки, видно, там, может быть, пятиклассники где-то. Где-то неделю эту горячка шла. Я тогда возьми и сообщи туда. Говорю, вы там посмотрите, что ваши дети делают. И сразу все прекратилось. И вот тут тоже. Кто-то выступит один. Там мгновенно как с сыпи срывается. Ну, то есть это демоническая сила заставила выступить против. А теперь она даже сила нападает. И все понятно. И смерти там пророщит. Начинает что-то. А что делать? А караван идет своей дорогой. Это система, которой вы служите. Которой прислуживаете. В миссионерские отделы лезет. Она рухнет. Она прилеплена к государству вместе с государством. Вы обречены. А выйти из этого покаяния Бог не дает. Почему? Ну, кормушка там. Кормушка. Все поддерживают. Нехорошо это. Во всех отношениях нехорошо. А вы против них можете. Я даже имена не называю. Зачем? Зачем? У нас были хорошие отношения. И говорить о них, я заранее скажу, не буду. Особенно последние выходят. Были хорошие отношения. Я их никогда не назову даже не фамилии ничего. Почему? Потому что перед Богом слезю. Я их буду нести на руках молитвы. На ночных и на дневных молитвах. Это система заглотила их. Страшное дело система. В партии человек винтик. Он обязательно сделал так, как партия мыслит. Ну, а ты что, никогда не колебался? Держался к генеральному курсу? Да. И не колебался. Ну, колебался вместе с генеральным курсом. Так это. Куда патриархия коснется, то никогда они не выступят против епископа. А если выступят, бывает, выходит, бывает, то Диамид вышел. Вышел и все кончилось. Или там Выживские три священника вышел. Что с ними сделали? Какие-то переговоры вступили или нет? Единственное, на ком они срезались, у кого были общины. Община. Это там с чем-то я не согласен. Георгий Кочетков священник-то. Запрещали на время, а теперь приняли, уже совсем не смотрят. Им не до этого. Повторяю, не до этого. То, что говорят, они это все заплевать да забыть. Быстро пройдет. И вот пишет один. Сэм Карпинский. Димитрию Суварфоломееву. Сейчас в интернете развелось очень морально опущенных, пытающихся самоутвердиться за счет унижения других. Вот они этим и занимаются. Я также столкнулся с этой проблемой. Отвечать им тем же, значит стать таким же. Сначала меня это бесило, но, к сожалению, привлечь или еще что-то в этом невозможно. Остается просто не замечать, игнорировать. Подать жалобу и все. К сожалению, могу констатировать, что русскоязычный Ютуб самый морально опущенный в плане кто как общается. Ну, слово опущенный, знаете, изнасилованный. Изнасилованный. Изнасилованный кем? В первую очередь священнослужителями. Как они корежат души. Обыкновенные семинарии, если ты до этого знал, как только поступили в семинарию, скажи, как будто бы их пять лет натаскивали. Злобные волчата растут. Это я епископу и сказал. Это молодые волчата. Безжалостные. Ну, половина еще отсеется, но останутся самые ярые. За жареную рыбу в Великий пост буду все делать. Так, кто это? Там выше надо посмотреть. Нету выше, ничего. Немного ничего. Ну, видимо, все хорошо. Все хорошо. Видимо, она себя так назвала, да? Да. Ну, может быть, и правда у нее все хорошо. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Волнует вопрос. Что делать нам, русским православным людям, в связи с отступничеством патриарха Кирилла? И можно ли священникам поминать его на литургии? Ну, все хорошо. Она и не называла своими фамилиями. Она знает, ее попы сразу сожрут. Ее и жуют. На нее натравят. Ее там костылями бабки будут бить. Особенно в миссионерский отдел кинется тут он, как стая. Ну, что сказать? Волнует вопрос в связи с отступничеством. Я не могу на этот вопрос ответить, потому что я не вижу отступничества. Придумать не буду. Да как же вы же говорили, что патриарх отвечает неправильно, не по слову Божьей. Я говорил, связь с мирскими властями. Я про это говорил, чтобы спасти его. Тут он ничего плохого-то не сделал. Встреча была. А за закрытыми дверями, что говорил, то останется, как на острове Мелит у Горбачева. Может быть, за развал Союза там договорились с Маргаретом Тетчером. Я не знаю. Так и здесь. Поминать ли на литургии? Если поминали, то и поминайте. Повторяю. Он ничего не сделал того, что не делал до этого. Почему раньше не говорили? Он в поднятии идола, там где-то Канберри, где они были, Шамбези поминают, Лазань. Он везде участвовал. Россия должна выйти из Совета Мировых Церквей. Выйти оттуда. Но сейчас на него монахи идут. Им не до нас теперь будет. Дальше. Елена Трегубова. Доброго времени суток вам, дорогие. У меня к вам вопрос один. Я у вас понимаю община. С чего вы начали? Как это оформлялось? Если есть люди, что хотят вложить в благое дело деньги... Как это? Если есть люди, что хотят вложить в благое дело деньги, с чего начинать? Если есть люди. Ну, тогда на меня выходите, деньги приму сразу на лагерь. Но вы его сведите, чтобы он приехал. И мы живем такие мазанки. Ну, столбы, жерди, прутья и глина замазана. Настоящие можно было дома построить. То есть я таких людей могу принять. И они увидят на месте общину. Вопрос сильнейший задала. У меня как-то один был противник такой. Ну, тоже под всего подыскивался. И, видимо, они где-то выпивали, а выпивали. А я узнал. И рассуждали. Вот то не так, Игнатий. Там один выступает. Вот если бы он по-другому делал. А он мне это сказал. То людей были бы тысячи. Ну, по-другому. Другой интонации я бы говорил. Ну, пожалуйста, вот так вот потихонечку, тихо. Я говорю, а сам-то проработал. Труженик настоящий. Большая семья. А почему ни один человек вот на пенсии приехал. Поселился по теряевке. Ни один человек не приехал. Ни с работы, ни откуда. Никого нету. Почему друзей не приобрел? А у нас непрерывно туда-сюда едут люди и ночуют. И помогают. И все. Никого. Ни одного. За все годы. Пожалуйста. Я говорю, телегу сейчас выкатываемся. А на месте митингуй. Говори, поехал на благовесие. Я поеду. Не поехал. Ни разу. А куда он поедет? Ему это не надо. Лежало, оно и вовек лежит. Связано со старообрядчеством. Ну а дальше. Дальше так и писали. Я сказал, напишите, кто как обратился к Богу. Это интересная тема. И как пришел в общину. В наших книгах 15 и 16 том. Почитайте. Это 84 человека написали. Попробуйте, священники, которые слушают, попросите своих людей. Я обращаюсь ко всей вселенной. Пусть они напишут, как пришли к Богу. Это все у нас полное погружение имеют. Которые пришли через занятия в университетах, в школах, по радио, где я выступал. Пусть напишут. И этот человек говорил, я напишу потом. Вот дом дострою. Построил. Написал. Не написал. А почему? Да потому что ничего не было обращения к Богу. То родился в религиозной семье. И на этом засохло все. И по сегодняшний день так и остается. Будет. Гундеть все время. Никуда не поедет и не пойдет. Так и эти. Когда форум у нас открывали. Это мы на нашем форуме находимся. То меня стали уговаривать. Ну ничего вы против. А у меня сайт уже был. Помогли организовать. Богатый сайт. Тяжеловесный. Там 50 книг аудио. Там много фильмов про нас. Но форум я считал не так и важный. Они говорят. Да вы что? Это площадка, где люди будут находить себя, спорить. Это столько община образуется. То есть со всем, что говорят, я согласен. Но когда сказали общин будет. Я говорю. Вы понимаете хоть о чем говорите? Община это общее. Это как один человек. Это большая семья. И образовались общины? Нет. И кто это советовал, они ушли вскоре. У меня интересный этот форум, на котором находимся. Он большой. Большой. 1580 тем. Богатейших тем. 1580. И здесь приходит примерно 333 человека в среднем. В день. В среднем. 333. И за полгода ни одного спора нету. Ни одного. Не то, что там я убираю. Просто нету. Почему? Такая полнота. Это все. Но можно больше что-то дать? Что, что вы даете на каждую тему? Не знаю. Мне кажется, нельзя. Я отвечаю по четырем параметрам. Что об этом говорит Святая Библия в 77 книг? Что говорят вселенские каноны? 719 правил. Что говорят жития святых? 1173 жития. И что говорят святые отцы? 300 томов фолиантов. Вот из этого материала даю ответ. Более полного считаю. Дать невозможно. Это приближенно к сегодняшним дням. И поэтому с чего начинать? Сначала получить рождение свыше. И водительство Духом Божиим. Проповедовать чисто по Евангелии. Не привязанных к системе. Не бояться ни попов, ни епископов, никого. Только Бога. Тогда может что-то быть. Открыто говорить как есть. Нигде не полукавить. Ни перед кем не сгорбатиться. И Бог даст тебе силу. Найдутся люди такие же. Где-то затаившиеся. И они будут собираться. И вот это община будет. Понятно. Я сурово обращаюсь. Вот Никита перед вами сидит. Это вот один из них, который в общине. Тебя с первого дня в общину приняли, нет? Приехал сюда. Ну с первого дня практически. Ну приняли-то в общину тебя? В общину. Когда ты еще на общину стал? После крещения или до крещения? Ну после крещения. После крещения. Вопрос какой стоит. Приехал с Украины. Володя вот снимает где-то. Приехал он с Урала. Тоже пока готовил соглашение. Проходит время. Принял крещение. К человеку присматриваешься. Он делается членом общины. Он болеет за все, что есть. Их пытается свернуть. Тут которые хулить. Или прям буквально их заваливает мерзостью. А для них это уже нет. Они закаленные. В этом деле. А уйдет куда? Уйдет за четыре? Это его вопрос. Никто не держит. В этом вопрос задали очень хороший. Но с деньгами я бы распорядился. Ну то есть человеку положил. Она имеет в виду не вам деньги. А вот чтобы создать свою общину. А община. Деньги как? Это если вы отдельно где-то или в городе. Отдельно свой храм. Это где-то вы там. Значит при храме надо. Это. Я знаю как община образовывается. Вот зайдите на наш сайт. Вот здесь вот. Вот это сайт наш. И вот здесь вот книги. И тут найдите третий том открытым оком. И там есть в заголовке. Прямо написано. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Вы находитесь в общине. Ну допустим где-то там. В Пскове. Ну человека два найдете. Который желали вы заниматься Словом Божьим. Обязательно найдете. И батюшку пригласите сразу. Он не пойдет. Но вы уже пригласили. Все. Не пойдет. Значит это его дело. И теперь начинает заниматься. Для этого вам нужно хотя бы иметь толкование на Новый Завет. Вот у нас трехтомник изданный. Это обязательно нужно. Те места которые указывают. И к истинному православию. Это просто необходимо. Вы все эти книги можете скачать. Вот к истинному православию. Вот она открыта. А здесь книги все которые изданы. Трехтомник. Они есть у нас и в наличии. Можно приобрести. И там которые места указываются считать. Начинать считать. Чтобы все активно участвовали. Сегодня два человека. Это уже хорошо. Завтра будет 22. А можно ли всю общину. Весь приход. Приход это не община. Превратить в общину. Можно. Если священник согласен. А с чего начинать храм запереть. Замок большой купить и запереть его. И начинать занятия во дворе. И которые обратятся. Которые примут полное крещение обязательно. И тогда по одному человеку запускать. А архиерея его сразу запретит. Ну и дальше уже понятно что будет. То есть создать исключительно трудно. Почти невозможно. Чтобы по четырем параметрам отжить где-то. Тут первое у тебя будет. Это кинуться на тебя злобной сворой. Это патриаршие. Особенно кто связан с центрским отделом. И с миссионерским. Это первые самые лютые защитники. Своей шкуры. И они будут тебя терзать. Это все надо выдержать. И ты за них молись. Молись. Проси Бога. Чтобы Бог дал им рождение свыше. Они системные. В системе. И они только то что архиерея разрешает ни шагу никуда. А архиерею не всегда угодишь. Он по шапке стукнул. Тебя и нету. А теперь он будет из кожи вылупаться. Чтобы заслужить доверие его. Ну слабость человеческая. Не суди его за это. Пригласи его на занятия. Ну и дальше мы смотрим. Еще что-то. Максим Подтикаков. Это вот припоступило за день. Добрый вечер. Брат во Христе. У вас это схимники? Ну это от кого? Вас называют схимниками? Ничего не понял. Ну кого-то называют. У нас тут один был. Приехал. У него семеро ребятишек. А фамилия его такая там. Живет в Корчене. Глушков. И вот приезжают и говорят. А где у вас тут этот монах живет? А люди не понимают. То есть он верующий. Уже монах. Монах Глушков живет. А он на краю деревни жил. Монах. Семеро ребятишек. Он никогда не был монахом. Трудяга. Вот так. Ну и дальше мы будем говорить. Давай. Что тут? Роман Фроликов. Игнатий. Но лозунг детского лагеря неоднозначен. И про отношение Бога к России и людей к Богу ничего не говорит. Понятно. То есть еще собирался приехать. И помаленьку, помаленьку начинает вопросы такие задавать. Ничего он не говорит. Ну не говорит. Ну уже как бы подкапывает. И так и не приехал. Как это? Россия должна встать. Лозунг ничего не говорит. Россия должна встать. Без Бога она не встанет. Ну в лозунг нельзя вложить. Там блаженно нищие духом. Блаженно плачущие. Ну ясное дело, что подкапывается. Россия должна встать. И рядом Россия это мы. Ну образуй детский лагерь. Он может образовать его. Не детский лагерь. Это не игрушка. А он 44 года. Тысячи детей отдохнули за эти годы. С родителями. Лагерь необычный. Очень необычный. Подъем в 5 утра. Вместе с детьми могут быть и родители, и бабки. Которые знаем. В среднем 53% детей полностью бесплатно. От государственной рубля. Организуйте. Привезите. Займите. Чтобы было интересно. Не было повреждения. Команда должна быть. Волонтеры. Все бесплатно. Сделайте. Лозунг другой создайте. Он создаст? Ну создаст тогда пусть покажет. Но явно, что он ничего не имеет. Михаил Тронин. Нир вам, Игнатий Тихонич. Как продавать свечи, иконы, книги, если в храме торговать нельзя? Я молюсь о вас и прошу молитв за меня. Спаси Христос. Ну, в первую очередь, ни в храме, ни в церковной ограде, как он говорит. Где-то в другом месте, в городе. Отнеси от церковной ограды немножко, чтобы она не не прикасалась. Никак. Свечи продавать. Какие свечи? Нечистые их выкинуть надо. Какие книги? Книги-то надо посмотреть еще какие. Что вы продаете? Что там? Книги, еще что? И свечи, иконы, все. Иконы там. Вот там и продавайте. Продавайте, чтобы Господь вас не вышвыривал. Это дом Божий. А вы его сделали вертепом разбойников. Ну и тут ответ, наверное, да? Ответ, да. Ответ. Ну, за смартферы много считать-то. Видите, какой большой ответ. Я отвечаю согласно Слову Божию. Вот сколько. Ну, а теперь не знаю, захватит, нет он. Ну, это какой ответ. Александр Суркин. Серьезный мужик. Какая интересная, чистая фотография. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я бы на вашем форуме и смотрел многие видео. Только я не понял, куда нам идти теперь? В какую церковь? В старой вере обряды правильные, но нет Библии. В новой церкви обряды неправильные. А что нам делать тех, кто ищет истину и любовь Божию? Куда податься? Ну, куда податься направление я не могу дать вам. Вы сами знаете. Я, например, 53 года проповедую. По всему миру, можно сказать, объехал, везде выступал. И направляю всех до единого в храмы Московской Патриархии. Вы сами изберите. И считаю ее благодатной. Истина есть, но служители истины не истинные многие. Вот мой... Это даже не совет, а я о себе говорю. Я не боюсь слова «я» сказать, там, обвиняют за это. Блин, это и касается. А слово «я» это то, что личность моя, которая мыкает где-то, это на кого-то свалить ответственность. Вы сами посмотрите, и как действительно вы сказали про старообрядцев. А обряды не спасают. Два или три перста равноспасительные. Я доказывал, что в том и в другом есть элемент ереси. И в двух перстах, и в трех. А где нет ереси? Когда католики молятся. Пять ран. Это плотской крест, плоть. И пять ран. Вот тут объяснено все. Но я не католик, и так не молюсь. Но правильно именно у католиков. Или первое христиане, крыса и тарагна, единый Бог. Ни два, ни три. Есть? Не ему отвечают? Это ответ, да. Заходите на наш сайт. Дальше. Николай Мартыненко. Вот так. Мир вам Игнатий. Огромное спасибо за видео проповедь. Вне церкви нет спасения. Да. Послушали с женой с удовольствием. Просьба дать сноски на ваши проповеди. Иконы и молитвы за умерших. Храни вас Бог. Это протестант какой-то, видимо, баптист. Да, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. На стене там написано. Да. Это явное дело, что они православные. И что интересно, подошел вплотную. Через наши ресурсы. Пусть они все покажут, которые там называются миссионеры. Много ли у них пришли. А у меня за год пришло сколько руководителей разных сект, руководителей, пришли в православие. А это я лжемиссионер, лжепроповедник. То есть они говорят, кто связан с миссионерским отделом. Это самая злобная, как будто дыра в преисподнюю. Если ты миссионер, и ты думаешь, что так, молись Богу, чтобы Бог дал рождение свыше. И после этого, обреченный силой Духа Святого, иди в мир и проповедуй. Зачем тебе это нужно? Какие-то отделы, деньги получать за это. Иудин и грошики собираете. Иди на стройку работай. Я 53 года проповедую, ни рубля не получил. И думаю, это Павел говорит об этом. Если я не проповедую, горе мне. Кто-то еще что-то? Ну, по-видимому, появится дальше ответ. Ладно, что тут? Ваш форум облазил, и видео тоже, но не нашел своего ответа. Я понял, что вы создали у себя деревни. Это уже ваш взгляд на то, какая должна быть церковь. Но не все так могут. Как бы другим. В какую ходить церковь именно? Старой веры или новой? Про Библию я понял, что она нужна обоим церквям. Но обряды правильные у староверов. Значит, ходить к ним, изучать Библию. Обряды правильные, обряды которых не было. Староверы приняли через тысячу лет. Это князь Владимир. Я этому-то ответ даю. То и другое рано спасительное. Это уже патриаршая в 71-м году, в 80-м, кажется, зарубежная церковь. Вот ответ здесь. Ему? Это протестантов. Ну да, протестантов. Вот ответ, прочитайте. Даю данные где. Это кому? Это про какую-нибудь староверы. Вот староверы. Вот смотрите где. Запиксируйте, смотрите. Прочитать просто некогда. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а кто в этом стихе назван истинным Богом и жизнью вечной? Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Напознаем Бога истинного. Добудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Си есть истинный Бог и жизнь вечная. Ну, кто Божий? Христос, истинный Бог. Ну, это вопросы, как правило, спрашивают так называемые свидетели Иеговы. У них это больной вопрос, потому что все сатана извратил. Дальше. Ответ о Христе. О Христе. Иегова. Так имя Божие, Евриме, никогда не произносилось. Смотрите, Ламбдин, Тео, учебник при еврейском. А почему вы так произносите с Иегова, а не сущей? Как произносили святые отцы и читается в молитве с и благословен Владыка? Ничего я из Библии беру. Восемь раз говорится Иегова. Чего вы боитесь слова Иегова? Да боялись. Одна пишет, а я думала, это сатана так называется. Прости, Господи. До такого ужаса довели народ. Ни в богослужении, нигде слово Иегова не звучит. Все святые отцы говорили так, да. Чего боитесь этого имени Божьего? Трясетесь. А то Бог пишет еще Б-Г, букву его выпустят. Лицемеры. Вот ответ у Бога, святой Библии около 500 именов. Ну вот теперь смотрите. Александр Сургин. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вы отзываетесь о старообрядческой церкви не очень лестно, но ваша форма одевания. Креститесь двум перстами, крест нательный, старой веры без креста. Что на это скажете? Я спрашивал вас, нельзя ли ходить к старообрядческую церковь, изучать Библию и отдельно от них. Или лучше в новую церковь ходить? А вы таки не дали мне совета. Вот и маюсь. Я ответ дал, совета. Зачем я это толкать буду, когда все сказал? Старообрядческое, что-то мне известно, а то корни мои. Как один тут из миссионеров. А это секта. Старообрядческая секта. А пупеть надо уже. Раскол был, который Никон устроил. И на раскольнике ни они, ни коньяни. Все перевернулось. Кверх ногами-то. И секта. Какая секта, когда институт священства не отрицали, а он утерян был. И не отрицали его. И с учением не расходятся. Православное учение. И это считаются миссионеры. Старообрядцы и еретики. Ну где, покажите, в какой литературе. То есть, сатана уже бьет просто на цепь. Захватил его так вот, как щенка какого. Подзаборная собаку по забору бьет. И вот такие выводы какие-то делают. А что? Система. По-другому не может быть. На моем трупе сколько они воображают. Сколько поднялись звезд получили. И теперь, если на меня нападает, а его чем-то там заело, и теперь он покажет. Вот я какой патриот. Я супер патриот. Я Игнатия долблю. Но на меня далеко не уедете. Господь сбросит вас с меня. Вы будете ползать там грязно перед епископом. Вы никому не нужны будете. Вы сами себя перестанете уважать. И вот подыскивается, выискивает, где-то больше занимается. Какой ты миссионер, когда задним человеком гоняешься, который не враг тебе. Ненависть такая, самоумничание. Там система выстраивает. Какие объяснения? Слово Божие сказало, все, не приняли, иди дальше. Отвеси прах с ног. Нет, преследовать будут. Других натравли, чтобы материли, гнали, порочили и прочее. Хороший епископ у нас здесь, митрополит Сергий. На него нападать начинают бешеные. И все это, так называемые, миссионерские отделы, как-то связанные. Как будто бы отдел сатаны. Иосиф, Христос воскрес. Я постился в Великий Пост. Еще согласился с родными молиться о нашем покаянии и уверовании. Вообще не есть и не пить. Я смог первый раз три дня, второй четыре раза четыре дня. Голова кружилась, на службе с трудом стоял. Пост прошел хорошо, слава Богу. Исквышения особых не чувствовал. После Пасхи на второй день я опять начал грешить. Опять скатился в то же состояние, что и было. Вот так. И еще, объективно, я не верующий, должен вообще стоять соглашенными и до причастия не подходить. В этом вопросе я должен слушаться каноном или доверять благословению пресвитера? Нет канона. А зачем тебе пресвитера вопреки канонам-то? Такого, говорит, такого адрага за хвост да в яму. Все правильно. Пал, вставай. Златоуз говорит. Сколько бы ни пал, вставай. Проси у Бога рождения свыше страха Божия. Верующий в Сына Божия не грешит. Первое послание Иоанна 3-я глава, считайте, не грешит. Лукавый не прикасается к нему. Они этого не знают. Они тогда грешат все, все грешат. И вдруг видит, рожденный свыше не грешит. Они начинают подыскиваться, что-то доказать, а проверкнуть. Павел говорит, желаю, что не делаю, а что не желаю, делаю, то всего не хочу, делаю. А то он говорит о состоянии человека, не о себе. Они даже этого не понимают. Что сказать? Тут все сказано. Иосиф. Ответ. По канонам написано ему. Все. Ответ короткий. Евгений Миронов. Христос воскресе. Игнатий Тихонич. Какие соборы, каноны и места священноописания запрещают женщинам носить брюки и мужскую одежду? Ну, в первую очередь, 22.5. Второзакония. И найдите одежду. Там посмотрите. И все каноны, которые об этом говорят. 8. Какое правило. Игорь Капранов. О! Добрый день, Игнатий Тихонич. Христос воскресе. Ходили на проповедь к свидетелям Иегову. На их ужин Господень и подготовили вот такую листовку. Задумайтесь. Он где-то там прыгал, скакал, там выступал, где-то парень этот. Прямо не раз с ним беседовали и в роликах есть. Я ему говорю, начни все сначала. Уже монастырь, уже приголубили. А ничего нету. Он даже не знает это. А другие, которые, что ты такой, да вот такой разъелся, уже в вебку не влазишь. Там на него. Какого человека загубили попы? Это за него. Он там прыгает, скачет, ноги поднимает. Вот так. Ну какой был, а теперь он убирал. Но надо, чтобы он принял Христа всем умом, сердцем и жил для Бога. Дай Бог. Хороший человек, веселый, но попал не в те руки. Анна Ефремова. Здравствуйте, Христос воскресе. Моего мужа Дмитрия начался кризис среднего возраста и он намерен бросить семью. И это неправильно. Это может донести непоправимый вред психике детей. Артуру 7 лет и я не 6 лет. Тем более мы венчались. Прошу ваших молитв. Видите, как она выразится, кризис. Ну то, то есть уйти надо к другой где-то. Ну и что сказать на это? Конечно, это нехорошо, но надо молиться и искать причину в себе. Если жена не удержала мужа, и другой он нашел что-то большее, это вот особенно хорошо написано «Судьба человека» у Шолохова. Там он про свою Ирину Андрей Соколов рассказывает. Прочитайте немного, поучитесь там. Ну а дальше, чтобы этого ничего не было, я считаю, лучший материал это крейсер Рассаната Льва Николаевича Толстого. Страха Божия нет, он пошел. Ну а вы прочитайте это для себя, молитесь. А он вернется, прими его. Вы имеете право развестись с ним за измену. Можете развестись, но Василий Великой говорит, и тогда не советуем. У меня было как-то, в Мамонтово было, вдруг такой русоволосый, высокого роста, приятный человек. Я побыл, вышел в земельный отдел, и он за мной может поговорить. Я говорю, что? А я гляжу, у него лицо печальное-печальное. Да что? У меня жена Наташа. Мы полюби женились, и так у нас все хорошо было. А тут котел в баню сварили. Ну и товарищи там, давай обмоем. А я его спрашиваю, как будто не пойду. Говорю, что он протекал? Да нет, это обмыть, это выпить надо. Я-то знаю. Ну и что? Ну вот выпил, дальше ничего не помню, проснулся, какая-то женщина лежит рядом. Ну я понял, что ты грешил. Я пришел домой, быстрее приехал, упал перед ней, плакал, и прости, прости, я сам не знаю. И вот да обмывался, что в грязи остался. Что теперь делать? Ну как? Да жена, я говорю, что отношения уже не те. Что делать? Ничего не сделать уже, все позади. Где-то раньше-то был. И видно, что сокрушается. Ну бог силен тронуть. Не все такие, чтобы так вот сокрушались. А другой считает за победу. Список ведет, скольких женщин, от скольких осквернился. Такой ко мне подошел как-то. Сейчас повариха на корабле это у нас было. И я уже к ней к линию подбил. Да и какая тебе разница? Она поглотит там широкое все у нее, куда тебя засосет. Черная дыра космоса. Николай Мартыненко снова пишет. Миром Игнатии, вот вы говорите, что вне церкви нет спасения. Да. Вне церкви называется там, где нет рукоположен от апостольских времен по херотонии апостольства. Это я считаю католики, православные, григоряно-армяны, копты и сирийцы. Спрашивают, а эфиопская как? Ну эфиопская там к кому-то из этих относится. Ну вот живет, к примеру, в глухой, далекой деревушке, старенькая, богобоязненная бабушка. Живет праведно, благочестиво, молится, читает Библию. Но церкви поблизости нет никакой. Что ж тогда получается? Она не спасется? Я, моя жена, бывшие баптисты, ходим не так давно теперь в православную церковь, исповедуемся, причащаемся. Но как-то все это нам дается с трудом. Что делать? Посоветуйте. Миром Игнате, хотел бы вас спросить, вот в церкви нашей бывшей баптистов два пастора и оба дважды женаты. Говорят, что их жены загуляли и те вынуждены были снова жениться. Можно ли таких после их повторной женихбы назначать на должность пастора? Я лично считаю нет. 1 Тимофей 3 глава. Но другие говорят, что они не виноваты, что их жены первыми загуляли. Я по-прежнему также считаю, что они все равно не могут нести служение пасторам. Любое другое можно, но не служение пастора. Ну то есть пастор это явно сектанты. Для них законы не писан, и канонов нет. Поэтому им какой ответ? Это для канонов и для церковных людей, которых церковь признает. Каноны церковные. Конечно, его не просто, с него снимается сан навсегда, если они были бы рукоположены. Но они никто, самозванцы все. Это последователь Дофана, Верона и Корея, числа 16 глава. Ну, православие, надо полюбить это, выпросить у Бога этот дар. Я знаю посты, вот посты, все, кроме Великого Поста с 3D-пятниц, это 69-е апостольское правило. А они пришли позже, столетия, 400, 500 лет, 600, даже 700 лет. Вот. У кого Скобалиновича это написано. Ну и что? Ну и мешает мне этот пост. Петров пост. Ребятишки приехали, вокруг сливки, все молоко, творог не могу дать, пост, а мы строго исполняем. Он мне не нужен. И он никакой роли не играет. Но я православный, говорится, без дураков. Мы строго все исполняем. Исполнять-то я исполняю, а у меня на душе-то не люблю. Я теперь прошу Бога, Господи, дай мне любовь к этим постам. Любовь. Чтобы я это делал с любовью. Вот вам ответ. А по поводу, если не Мария там храма, как спасаться бабушке? Бабушке, то и как спасать это. Ну, надо, чтобы где-то без причастия никак, надо, чтобы где-то причаститься. Кто-то привез ее хотя бы раз в церковь, хотя бы как Мария Египетская, хотя бы 47 лет один раз. Желательно очень. Да, если нет, но Бог рассудит, не мог. Не отрицала, чтобы она. Елена Черняховская. Дорогой Игнатий Тихонович, Христос воскресе с любовью и с Беларуси. Благодарю за ваши ежедневные труды, благовестия, слава Христу. Да. Слава Иисусу Христу. Светлана Озерова. Он какая. Слава Господу за ваши труды, что есть или нет на все воле Бога. Господь каждому дает по силе и предназначению. Состояние церквей во многом оставляет желать лучшего. Мы с вами те люди, которые осознали ценности Иисуса Христа и Его Евангелия. Таким Бог доверяет свое служение. Ведь таков бы не был внешний вид собраний Божьих. Есть вера и есть та церковь и истинное тело Иисуса Христа. Мы члены Его тела и каждый отвечаем за свое дело. Пусть Господь благословит вас, хранит от лукавого и дает мудрости, дарезновения и долготерпения познаний Господа и служения Ему. Слава Иисусу Христу. Ну, если она в церкви, то она все сказала правильно. Платочек еще надеть надо. А если это говорит протестантка какая-то, очень похоже, то вне церкви нет спасения, где нет священства. Дальше. Надежда Ракова. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли брать икону чужую и в доме ее ставить? У нас в подъезде поставили маленькую иконку Божьей Матери. Хочу забрать. Ну, к священникам сходите, чтобы осветили. Почему нельзя? Вы к священникам храмы снесите ее. Это я отвечаю, наверное. Это, ну, почему? Где сказано в Библии, что нельзя женщин носить мужскую одежду? Ну, вот посмотрите, где. Вот он, оказывается, и есть. Вот ответ. Смотрите, какой большой ответ. Места писания, все. А это кому ответ? Вы называетесь о Старобрячевской церкви не очень лестно. Ну, вот так дальше ответ. Я и ответил вам, что Старобрячевство это поле сухих костей и павильон смерти для всех талантов благовестия и изучения Святой Библии. Вот, это настоящая церковь, но благовестия никакого нет, у них вообще этого нет. Я вам ответил. Вот, не церковь, не спасение, как бабушке спасаться от эстанта. Одно дело, когда человек на необитаемом острове выброшен туда волной и там умрет. Иное, когда не ищет, живя на материке. Слово пастор отсутствует в Библии и его употребление нужно, ибо оно сугубо сектанское. Вы ответили правильно, но так как они не церковь, то им все равно, потому что они потомки Дафана Вероной Кореи. Число 16 глава. У них нет канонов, нет правил, это правило пастора двое женцев. Судя 17 глава, в те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Это весь ответ. Дальше. Благодарю за ваши труды, слава Христу. Ну отвечаю. Благодарю. Надежда Ракова, сходите в кран, покажите иконку батюшке, которая подъездит. Все, это уже ответил. Вот ответ и писал в виде. А что, муж, он кризис среднего возраста, прошу ваших молитв. Написано, хорошо, молитв будут. Филипп Олейник, Христос Воскресе, Игнатий Тихонович, я вот сегодня с вами разговаривал, и вы сказали мне написать вам. Вот хочу с вами поговорить насчет покупки ваших книг. Ну это напишите, все данные я выдам, кому надо, книги есть еще. Вот он ответ, как раз, видимо, про книгу. Дальше. Николай Мартыненко. Миру, Игнатий, спасибо за ответ. Мы с женой не так давно ушли с Баптийской церкви в православную, исповедались несколько раз, причащались, даже перед Пасхой пособоровались. Батюшка, хоть и молодой, но принял нас со всей серьезностью и пониманием. Трудновато, пока нам все это дается, но не унываем, а надеемся на милость Божию. Сами понимаете, все сразу не обхватишь. Плывем пока по поверхности. Ведь православная вера, как я понял, вера широкая и глубокая, объясняя простыми человеческими словами. Можно черпать всю жизнь, но мы будем уповать только на Бога, смиряться. Видите, как сектанты, какие изменения Бог делает? Александр Суркин. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вы меня заранее простите за назойливость. Вы говорили на форумах, что неважно двумя-тремя перстами креститься, но сами двумя перстами креститесь. Обряд, одежда, все из старой веры. Я понимаю, что это внешняя сторона, но вы выбрали ее. Да. Про Библию. Мы говорим в славянском, ибо об этом практически все историки и люди, которые имеют эту Библию, говорят. Ну, кто говорит? Стерлигов. Кто там? Больше никто и не говорит. Как-то говорит, когда не понимает. Осипов говорит, что славянская лучше переводчива синодальной. Ну, да-да, что мертва она. Чем она лучше-то? Какие переводчики? Переводили-то уже повторно, с одного, с один-то. Синодальный перевод. Если не лучше, то один из самых лучших в мире, самый точный. Еще раз говорю. И зарядите на нашем этом форуме и посмотрите там. Зарядите Библию и там все данные даны. Как переводили и прочее. Михаил Дементьев. Христос воскресе! Брат Игнатий смотрел вашу беседу с неверующим человеком из США. Говори про евреев, упомянули, что на земле останутся 12 миллионов евреев. И упомянули. Такие слова. Ну, не цыгане же. Хотелось бы с вами об этом немного побеседовать. Ну, можем побеседовать. Там был действительно один зашел такой, Артамошкин Александр, безбожник. Но я эти слова говорил. Заходите, Игнатий 10. Заходите просто по скайпу. Вот он. Ему ответ, да? Нет, нет. Женой... А пришли православную церковь женой. Ну, дальше я ему даю где наши ресурсы. А это? Суркин, да. Ему, да? Нет, это про внешнюю одежду, про Библию. Говорят перевод. Вот ответ, считайте где. Считайте на русском. А это этому казаку. Еще ему отвечал. Ко мне на сайт. Звоните, Игнатий 10. Вот с трех по Москве до Матиннадцати. Роман Фролика. В огласительном слове на Пасху я на Златоуста сказано. Горько пришлось аду при встрече с тобою при исподнесть большебуквы. Горько, ибо он упразднен. Горько, ибо он подвергся по руганию. Горько, ибо он умерщлен. Оказывается, сейчас нельзя оставлять эту проповедь без пояснения, что святой Иоанн говорит про опустевший ад в кавычках, а в преувеличенном смысле, не буквально, ибо бы он противоречил мнению Бога на этот счет. Ну, это этим Осипов играет, и поэтому его там монахи теперь книги жгут и прочее. Вот такое дело. Это образное выражение. Холмы прыгать никогда не не прыгали. Дальше. Здравствуйте, мир Божий вам и вашему дому. Я администратор сайта YouTube Христианский. Концепция сайта попытка максимально объективного и полного исключающего конфессиональную предубежденность отражения столь разноликого и разноголосого, а порой и вовести противоречивого русскоязычного христианского сегмента YouTube. динаминация это фальшивые слова. Эти заменяют слово ересь. Ересь везде. Конфессия это ересь, динаминация ересь. Вот. Ну, дальше прочитайте, что он говорит, почему я. Александр Суркин. Ну, у вас получается смесь старой веры это обрядовая сторона и новая вера сторона со святыми после раскола. Да. А Библия звучит и там, и там. Возможно, не так, как надо, но идеальных людей нету. Тем более, человек проходит путь, тем больше видит в себе грехи. Я бы пообщался с вами, но у вас за пазухой все козыри. Меня наталкивались уже, кто я все вспоминаю. Приехал из Барнаула. Ночью пришли тайно три епископа. Еще что-то это значит, или нет, разрешить вопросы. Ну, на меня энциклика была разослана в Союзном Совете евангельских христиан-баптистов нигде не давать. А почему? Написали, уже из Вашингтона я прочитал, там один пишет, Игнатий говорит, хвост и в гриву костерит этих баптистов, а его все уважают. Вот попробуйте это, получить в свой адрес. А его все уважают. И разосали энциклику. Почему? Говорит, ему давали выступать и начался впервые в России отток баптистов в православии. Притом не по одному человеку. Из других разных мест. В один день только истинно православные получили паспорта, пришли, 32 человека. А который на меня нападает из сегодняшних фальшивых этих системных миссионерских отделов. Он лжемиссионер на меня. Ну, я какой там миссионер-то? Я печник. Ну, вот Бог так делает. Берет немощное камушком, залепил в лопы. Умирает страха эти миссионеры. Все ваши институты кверх ногами. Он правильно сказал. Увидел это благо. Я администратор сайтов Ютуб Христианский пишет. Искренне верю, что молитва Иисуса от Церкви действенна. Это значит, что Дух Святой многоразличными путями это единство созидает. Одним из путей к истинному единству Церкви Христовой может послужить и мой сайт. В качестве одной из площадок для конструктивного диалога между православными католиками и протестантами на сайте открыт форум «Почему я?» Не видится полезно ваше участие в форуме «Почему я православный?» Ответ. Разберись, что им нужно и если им не во вред, дай, ну, видимо, ваш сайт и информацию в сайте. Ну да, и все. Но у вас получается смесь старой веры и обрядовая сторона. Я что отвечаю? У вас все козыри. И что? И что из этого? Смесь, главное. Ну, я беру то, что лучшее. Самое лучшее. Я от мусульман беру, показываю. Вот так одевайтесь, я беру выражение от Мартина Лютера, который сказал в Библии, в мире есть одна книга Библии, одна личность Христос. Ну, так он еретик. А фраза-то не еретик. Ну, вообще говорить. Зульфия Ахмадулина. Заходили ко мне гости вчера узбечки, свидетели иеговых. Подарили мне святое писание, красивую книгу. Я им про вас рассказала, показала вашу страницу. Они показали мне стих о том, что иегова не хочет, чтобы молились к какому-либо изображению. Что за стих, я не помню. Я им сказала, что у них не полное собрание писаний, у них не священство. Они говорят, что все остальное дополнили люди и у них полностью священное писание, хотя книжечка маленькая. Но я-то знаю, что у вас огромная черная книга Библии. Хотела их познакомить с вами, но, похоже, их не заинтересовало. Ну, интересовало. Зачем? Они не с этой целью пошли. Сатана их пустил. Зачем? Ответ. Они не от Бога и даже не секта, а от сатаны. Все искаженные несут по миру. Да, у них нет Библии даже. Игнатий Тихонович, вопрос к вам на тему того, что интересует современного человека. Ну, дальше прочитайте. Много у вас здесь. Где много, я просто говорю, прочитайте. А вся, тут что-то... А пчелки оренбургские? А оренбургские пчелки тут они крутят. Дальше. Александр Суркин. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Про персты. Я понял, что надо двумя перстами креститься. А как ходить в Новобрядческую церковь, где крестятся тремя? Ну, разницы никакой нет. Никто не смотрит на это. Это равноспасительно. Равноспасительно. И два, и три. Первые христиане одни пальцем крестились, как говорит святитель Иоанн Златову. Вот я ответил. Христос воскресе, сообщите, можно ли согласно имеющихся канонами и постановлений нашей православной церкви продолжать делать земные поклоны во дни празднования Пасхи до вознесения Господа Иисуса Христа. Зарядку с поклонами делаем же каждый день. С уважением, Игнатов Сергей из Угледара, Донецкой области. Дальше. Светлана Олеговна, Христос воскресе, Игнатий Тихонович, подскажите, пожалуйста, как относиться к книге «Апостольские постановления»? Дальше. А тут ответы мои пошли. 85-е апостольское правило святых апостолов дает перечисление чтимых и святых книг, которые включают два постановления святого Климента Римского, что подразумевает апостольские постановления. Однако на Западе и на Востоке статус апостольских постановлений был под сомнением. Так правило 2-е Трульского собора 605 года отвергает апостольские постановления как книгу, поврежденную еретиками. Ну, дальше просчитайте, что здесь дальше написано. Просто просчитать надо. Дальше. Зульфия Ахмадуллина, заходили иеговисты. Ну, я отвечаю. Ответ. Совершенно не встречайтесь с ними, иначе погибнете и ничего от них не берите. Они страшнее еретиков, как сатанисты. А это? Можно ли, согласно канону, продолжать делать земные поклоны в дни празднования? Можно только на определенных молитвах, как «Святийся Новый Иерусалиме, перечавшись дарами». Все. Дмитрий Черняк. О, какой вид у него. Рубашка, Библия, самовар. Все. Молодец. Просто ты как глянешь, еще я не знаю, может быть, он и не так будет, а сам вид располагает. Доброго здоровья, отец Игнатий. К вам обращается Дмитрий, христианин в РПЦ, Единоверие. Общался вчера с прихожанами храма на Берсеневке. Они были смущены вашими словами о том, что преподобного Сергия Радонежска необходимо деканонизировать. Пожалуйста, скажите, так ли это? И если да, то не могли бы вы привезти на ссылки в Библии, подтверждающие ваше мнение? Ну, что там говорить-то? Ну, я сказал, сказал в храме. Ну, если я-то знаю, то сейчас хоть один миссионер скажет, его сожрут сразу с потрохами, с ботинками вместе. Я сказал, это почему? Канон есть, который предает анафеме. Если монах и размонашился, и теперь, или как там, пошел на воинскую службу отдел, а он двоих ослябе и пересвета туда послал. Вот почему. Это не мои. Дальше. Александр Суркин. Как православным относиться к раскурке? Думаю, что всего вышесказанного достаточно, чтобы мы береглись раскола. Не надо обольщаться мнимыми подвигами и строгой жизнью тех, кто пребывает в ней в церкви. Слава Иисусу Христу! Спасение наше не в обряде, а в Боге, приводит нас к Нему не строгое следование обрядам, а православная вера, действующая любовью. Хорошо молиться по новым книгам. Нет греха и молитвы по старым. Лишь бы не было среди нас разделения, но чтобы были мы соединены в одном духе и в одних мыслях 1 Коринфянам 1.10. Одно является непрощаемым злом, которое не смывается и мученической кровью. Это грех раскола, разрывающего не швейный хитон Христов. А то посчитали, только не могут понять, кто кого расколол. Так раскололи те, которые устроили, что-то ввели, а люди, которые жили там где-то, они даже не слышали про это, приходят, а как крестить? Двумя рубят пальцы. А теперь надо тремя, да почему же тремя-то, когда 700 с лишним лет молились так и... Вот так люди понимают. Дальше что? Будем беречь раскола, пишет. Опа, вот это да. Александр Новиков. Серафим Саровский, когда говорил о сержании Духа Святого, говорил о просеявших Духом Святым. Это касается только тех, на кого сошел Бог Духом Святым и в кого вселился Бог Духом Святым и уходят в них по земле. Они собственность Бога во веки веков и никто не похитит их из руки Божьей. Все протестанты и даже православные не понимают о чем речь. Видно и вы не понимаете и не желаете понимать. Желаю вам успеха в ваших трудах и в познании истины Божьей. Это просто он разошел и уже понял не понимает, не понимает, не понимает. Вот тут, что он так говорит и видно, что он как раз не понимает о чем говорит. Сержание, то есть все время заботится, чтобы Дух Святой не покинул. Он понимает. Дмитрий Черняк, доброе здоровье, децентр, к вам обращается Дмитрий, христианин в РПЦ и Дмитрия. Претензии не ко мне, а к 4-му Вселенскому собору правило 7-ое. Учиненным единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни в мирской чин, иначе дрезнувших на сие и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрал для Бога, предавать анафеме. И все, независимо от того, кто от Сергея к этому побудил, от анонима, это вот. И все бы кончилось, не было никаких благословений больше от него. Александр Кузнецов, как понять, все, что я очистил, вкушайте? Ну, дальше ответы. Где это написано? Вопрос. сначала показать. Александра Кобелева приходила к нам, Барнаул. Да. Спроси Господи, батюшка Игнатий, мне очень понравилось ваши проповеди. Как вы говорите, рассказывайте людям о Боге. Очень понятно, правильно, и самое главное, душа радуется. Батюшка Игнатий, мне можно тоже прийти вас послушать. Ну, она пришла. Вот если вы зайдете на наш вот здесь вот сайт, а вот здесь проповеди, тысячу, кажется, триста проповедей моих. Проповедей тут и в аудионе, и в видео есть. Вот сюда заходите, вот слово, ткните только, и все найдете. А не там и по местам писания искать, и по оглавлениям, и вот так. Можно, она приходила. Иван Безмельчук, Игнатий Тихонович, а вы бывали в городе Тернополь на Украине? Ну, если какие вопросы задают еще, что-то интересует его. Владимир Худяков, Христос Воскресе, Игнатий, а какие у вас отношения с настоящими старообрядцами, например, со старообрядцами Белокранистской епархии? Ну, почему их все интересуют в мое отношение-то? Не самое, а в мое отношение. Я об этом сказал законная церковь, но почему и отношения всех интересуют? Дмитрий Черняк, толкование за нара на седьмое правило дает несколько другой смысл. Нет ли еще подтверждения вашему мнению? Толкование, а настоящее правило рассуждает о тех клириках и монахах, которые сняли с себя священное деяние и облеклись в воинскую одежду, как будто сами были воинами, или в светскую одежду, как будто желали светского достоинства. Таковых правил определило предавать анафеме, если они не раскаются, не обратятся к той жизни, которую прежде избрали. Ну, понятно, что сложили. А слявий-пересед вроде не снимали одежду. Глупости какие-то. Ну, не снимали одежду. Воинский-то одел, оружие взял, а теперь одежду не снимали. Ну, понимаете, совершенно подыскивается и подыскивается, чтобы оправдать беззаконие. Проси Господи, можно прийти вас послушать? Куда прийти? Куда прийти? Я куда прийти? Дальше. Иван Безмешук, Игнат Тихонович, а вы бывали в городе Тернополь на Украине? Может быть. То есть мы столько много по Украине ездили, я везде в библиотеке дарил книги. Это было в 13-м году. Мы Крым вдоль и поперек проехали дальше. Это какие отношения с Белокринской епархией? Белокринской епархией. Разные. Мы из них. Да. Дмитрий Черняк. Толкование за наростину и правду. И еще что-то другое. Ответ. Речь не об одежде, а жизни. Да. Анастасия Кобелева. Воистину воскресе. Прочитала статью про вас в интернете и по ссылке вышла на вас, где вы рассказывали про Бога и что обозначает Христос воскрес и так далее. Очень интересно, насколько все понятно. Так скажем по-простому, без всяких замудренных слов. Вы мне напомнили, очень люблю, актера Петра Мамонова. Спасибо за ссылки. С удовольствием. Посмотрю и почитаю. Елена Власенко. Добрый день, Игнатий. Подскажите мне, пожалуйста, вновь в тупиковой ситуации по работе не успевая сходит в храм посоветоваться с священником. Долгое время общалась с молодой женщиной. Она вроде меня уже записала к себе в друзья и начала много о себе рассказывать и открываться с другой стороны. То есть не с очень хорошей. То, как, например, сообщила, что ей нравится мужчина, которого очень любят. Ну дальше понятно. Прочитайте, что не любят такие вот. Но она есть и есть. Ответ. Не обманывайтесь, худые сообщества, не разрешая добрый нрав. Дальше ответ. Посмотрели. И дальше. Власенко, я понимаю, что в этом нет ничего хорошего. Подскажите, как прекратить это общение с человеком, все высказать и в глаза или просто постепенно отдалиться? Угу. Я считаю, сразу нужно немедленно сказать и прочее. А этот ответ, да? Можно по первому варианту высказать все. Но как? По остановке смотреть. Можно просто отойти и не отвечать на звонки. Иначе вы сами подвернетесь на те же самые подвиги. Жена это утлый, дырявый сосуд и крайне немощной и легко идущий на контакт с дьяволом. Так интересно мне попал материал такой. Один говорит, как бы Богу жалуется. Господи, ну почему так? Вот была одна жена, как совершенно другая стала. Была такая девушка, прям ангел, а вот теперь как ведьма какая. Будто поступил ответ. Я сотворил Деву Еву, а в женщину это вы их превращаете. Мужчины. Так что по вашим трудам, по вашему методу обращения такая получается. Марьяна, здравствуйте, помолитесь пожалуйста за меня. Очень плохо. Еще непонятно. Кобелев Барнаул, спаси Господи, отец Игнатий, может мой вопрос будет нелепо звучать, но я все-таки его задам. Отец Игнатий, не могу научиться заводить бездрожжевой хлеб, как раньше наши бабушки обходились бездрожжей. Я про это нету. Какой есть, такой и жуй. Ответ. Мы в магазине, а, относительно закваски, дрожжей, все что говорят, что будет это яд, это выдумка, это есть от лукавого. Матфея 19 глава. Иную притчу сказал он им, царство небесное, подобно закваске, которую женщина взяв, положила в три меры муки. Вот бездрожжевой. Когда сама притча, всегда была с дрожжами. Алексей. Игнатий, добрый день, хочу с вами общаться. Ну или хотя бы видеть вас в списке друзей. Мне есть чем поделиться, что спросить и что поведать. Вот мое фото. Я на мейлру вас читал и смотрел. Мне очень ваше видео нравится. Так что заочно мы даже знакомы. Вот пост в моей группе. Может как-то прокомментируете его. По распоряжению власти, сатанинской власти, города Пенза, разрушили храмы, тракторы. Да я видел это. Зульфия, Игнатий Тихонович, у меня брат двоюродный после похоронства его отца в кому впал сегодня от пьянки. У него руки и ноги отказали. Можно ли мне молиться за него? Он мусульманин. Совсем молодой, 45 лет всего. Что мне делать? Чем ему помочь? Ответ. Хочу общаться в списке друзей. Вот мое видео. В скайпу заходите. Ломают храм безбожники. Да. Анастасия Кобелева. Спасибо большое про видео. Игнатий Лапкин. В том числе питаемся вообще. Да, вообще завтрак. Очень поучительно. Со мной муж даже смотрел. А у него живот есть. Так он спрашивает, что значит, если есть живот или человек полненький? Он значит не православный? Я сказал, что нужно меньше кушать и не угождать своей плоти. Это правильно. Мы с ним еще видео посмотрели про вас, где вы рассказываете про болезни. Мы просто в шоке. Почему я раньше вас не нашла? Так не муж сразу. Давай в святой водичке попьем и меда поедим. Спасибо вам большое. Догордить вас газа хочет. Просто понятно. Александра Кузнецова. Первое. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия и совести. Ибо Господня земля... Как это понять? Ну так. Дальше этот сидит. Пожалуйста. 43 года. В скайпе я вам заявку отправил. Я там ждек в стране чудес. Ну вот пока так. Хочу показать, какой у нас лист. Видите, вот это mail.ru. Запишите. Игнатий Лапкин. Там две. В одном я несколько страниц. Голубя держу. А именно в шапке. Заходите. Здесь богатый материал. Сколько здесь видео? 2648 видеороликов. И сколько фотографий? 18850. Вы тут так много найдете. Так много всего у нас здесь есть. Такое сокровище. Видите, все. И далее я вам покажу, что у нас есть видеоканал. Видеоканал. Посмотрите, какой чудный-то. Ну вот тут сколько просмотров? 2 миллиона 163 тысячи 936. Это маленький, конечно. И подписчиков 30 тысяч человек 51. Ну тоже мало. Вот. Каждый день ставим. Но вот здесь есть такая главная. Ткните в главную. Главная-то. И откроется внизу вот житие святых на каждый день. Это я в 80-е годах насчитывал. Нашлась добрая душа, которая их выставляет, обрабатывает так красиво. Там фотографии двигаются. Вот вы на это верните. Подойдите. Теперь я вот покажу этот, который парень-то подошел. Показать наш форум. Вот как наш форум выглядит. И когда вы войдете в него, зарегистрируетесь там уже. И вот здесь вот оно. Новое сообщение. Вот новое, новое. Ткните, и как раз на последнюю страницу уже выйдете. Это 1587. А вот здесь вот поиск, поисковик. Вот общий поиск. Если видно или нет, то я шевелю где. И вы все здесь найдете. Я с него как раз беру более ранние, которые сейчас поступают. Но главное, конечно, самое... Вот это сайт. Я никогда не понимал ничего. Помогли составить. Это очень интересно. Представьте здесь 4124 ответа. Расположено 55 папок. Ну какой-то, назови какой-то. На выбор. Криф, какой? 31-е. Патриархия. Вот 31-е. Патриархия. Вот я воткнул. Вот все вопросы, какие о патриархии были. Какой том, какая страница. А сколько их вопросов? Вот я, смотрите, проведу. И как сделано здорово. Ну какой-нибудь... Какой-нибудь вопрос. Какой? По выступлению и ответу патриарха. Видно ли, что он меняется к лучшему патриархии? Что-то меняется к лучшему патриархии. Вот это, да? Ниже, ниже. Вот это, да. Вот я ткнул его. Теперь пошел ответ. Видите, какие огромные ответы. О патриархии. Патриархии там как... Посмотрите. Это только часть. Часть. Это патриарх. Вот вопросы задают. Он отвечает. А потом я это разбираю. И получается, у патриарха там, у всех, кого не брал, у них в среднем на 60 вопросов, не больше 6 правильно отвеченных. Такого разбора им никто никогда не сделает. Видите, сколько? Вот, посмотрите. Это на один вопрос. На один вопрос. Вот так. Так что, ну, милости просим. Назад вернусь. Вот оно здесь. Здесь у нас видео, звук. Это видео, звук. Тут сколько много у нас и фильма. О деревне, о лагере вот здесь вот с этой стороны. А здесь вот это вопрос и ответы. Это очень и очень непросто. Очень даже непросто. Вот ко мне Бог так располагает людей. Разное. В своей общине есть несколько программистов. Ну и направлено все. Вот я 9 лет издавал книги. 9 лет. Более 30 тысяч часов. Это вообще ужас просто сколько. И вдруг приходят и говорят, тут высшая школа милиции, как институт милицейский. Там юристов готовят. И там, говорят, про вас говорят. Это в книгу генисты, говорят, надо заносить. И говорят, вот в таком возрасте и столько провести времени, сколько издана. И за 9 лет, еще тут в это время, написано было от руки 3467 стихотворений. 9 куплетов по 36 строчек. Да указать на какой-то, явно, что это... Попробуй сначала, посмотри, что получится. А обсуждать, осуждать проще всего. Вот новые души. Они приходят. Я не миссионер, но я пищник. Но без рыбы и рак рыба. И поэтому я особенно обращаюсь к тем, кто связан с миссией, с какими-то патриархией, с эндорскими отделами, позаботьтесь. Чтобы вы получили рождение свыше. Иначе вся ваша деятельность, все во вред будет, в первую очередь, вам и потом самой православной церкви. Сейчас на патриарха везде будут монахи подниматься. Ему нужна защита от монахов. Сейчас. Поэтому усилььте молитву об этом. Уходит Рамзан Кадыров где-то. Молитва, чтобы Господь устроил как надо. Не было покушения. Ни на президента, ни на кого. Молитва, молитва. А они занимаются чем попало. Нападают, как свора какая-то. Не во мне корень-то. Корень-то в вас. К вас. Вы поэтому не понимаете, что я говорю. Получите рождение свыше. Не то, что в систему. Умейте рассуждать, что, зачем. А все мертво. Мертво. А сердце, а жестоковыйности рассуждение. Ну и все на сегодня. Слава Иисусу Христу. А веку. Аллилуйя.